здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика почему я сегодня с телефоном хочу вам показать вот эти прекрасные варежки которые я случайно увидела там в магазине и и и быстренько связала чтобы вам показать смотрите я их назвала мобильные варежки для мобильных телефонов вот я с этим телефоном зимой вот пожалуйста две дырочки работаем и вот это вот для того чтобы писать на левой руке дырки нет для указательного пальца только на правой а вот эти вот варежки я хочу кому-то подарить потому что мне они не нужны я живу в теплой стране а падает подарю я их на вот этом вот моих инстаграме все подробности видео смотрите все поехали для вязания я использовала вот такие вот остатки не так всего у меня я взвесила 75 граммов так что рассчитывайте до 100 граммов если есть какие-то остатки используйте нитки картопу были из рекламных у меня еще остаточки я их взяла ради того чтобы из-за вот этих вкраплений чтобы красиво смотрелось плюс и еще из-за того что они наполовину шерстяные метраж 190 метров 100 граммах эти ниточки вы можете взять любые гору в два сложения тоже прекрасно подойдет вернее прекрасно лучше чем вот этим моей но я показываю саму идею вот спицы диаметр два с половиной миллиметра носочные пять штук игла с большим ухом шпилька первым делом я набираю еще раз повторюсь на мастер-класс будет уже для тех кто умеет вязать носки на 4 на 5 спицах и знает эту технику вязания я не буду останавливаться подробно значит беру две спицы набираю 40 петель 40 так здесь как обычно все я делаю узел всегда чтобы 5 1 петля не растягивалась теперь вытаскиваю одну спицу и распределяю все количество петель на 4 спицы то есть меня 40 петель кстати я сейчас вам буду и промерять по ходу чтобы вы понимали в ней натяженном состоянии у меня эти 45 петель это 6 половиной 13 сантиметров до обхватываешь с половиной вот это вот ширина стянутого полотна теперь я вижу по 10 петель резинкой 2 на 2 первую петлю я сняла но потом она у меня будет лицевой но я ее считаю как бы в лицевую 2 лицевые 2 изнаночные это наша основная вязка для не основная а вязка для резинки резинка 2 на 2 так 10 петель провязала оставила дела следующую спицу следующие 10 петель по узору теперь у меня должны быть изнаночные 10 3 спица следующие 10 петель есть и последняя спица 10 есть 4 петли по 10 петель теперь соединяем все в круг и вяжем резинку 2 на 2 на 5 спицах здесь я соединяю смотрим чтобы ничего не перекрутилась но так как у нас маленькое полотно здесь можем таким вот образом здесь у нас все видно прекрасно так и все далее я вижу по узору точно так же как резинку носков резинку для варежек продолжаю ровное вязание ну вот провязала я резинка сейчас я скажу сколько у меня вы ориентируетесь 10 сантиметров перехожу на лицевую гладь все петли лицевыми продолжаю вязать лицевыми петлями по кругу так на этом этапе девчонки я провязала 20 рядов которые у меня составляют 6 сантиметров так еще ширину измерю измерю чулочной глади девять сантиметров ширина но это на мою руку девчонки как раз четко у меня очень узкая рука теперь нам нужно сделать отверстие на большой палец здесь один нюанс по сути у нас одинаковое полотно со всех сторон единственное вот здесь вот у меня кончик был здесь следите чтобы вот начало вязание у вас было вот в этом месте потому что если вы отвернете вот смотрите видите если вы отвернете отворот приношение чтобы стык у вас не был вот здесь вот пусть он будет лучше здесь все-таки там он спрячется здесь он будет виден вот поэтому я еще продвинуть сюда и второй пальчик я сделаю вот и вот здесь именно и пока вижу я вам расскажу девчонки по поводу розыгрыша я эти варежки подарю и же я живу к сожалению к сожалению или к счастью в такой стране где они не нужны а вам они пригодятся тем более есть девчонки которые на пяти спицах начинающие вязать не умеют поэтому я думаю найдется человечек которому они просто будут просто будут нужны поэтому все детали розыгрыша через два дня после выхода видео на ютубе будут в инстаграме так что сейчас если вы смотрите это видео подпишитесь на инстаграм ссылка есть в описании вот смотрите я со спицы перед переодеваю 7 петель на булавку 3 4 5 6 7 почему 7 петель сейчас еще объясню этот вот нюанс на эту спицу я 7 петель набираю то есть восстанавливаю 1 2 3 4 5 6 7 и провязываю оставшиеся 3 то есть снова и снова на спицу меня получается 10 петель все те же 10 петель теперь поговорим о количестве петель на палец примерно девчонки вот эта часть вот если у вас на двух спицах 20 петель у вас вот эта часть должна составлять одну треть всего полотна да если у меня 20 петель поделить на 7 не делится поэтому я взяла как бы округлила до 21 и разделила на три части одна треть у меня 7 петель то есть чуть чуть больше лучше чуть чуть больше чем чуть чуть меньше поэтому если я я бы взялась 6 петель уже палец бы был очень маленький поэтому третья часть и округляем в сторону плюса девчонки что касается розыгрыша продолжаю информацию то есть под в описании под видео ссылка на мой инстаграм шапки профиля тоже ссылка на мой инстаграм через два дня после выхода вот этого видео я сделаю розыгрыш этих варежек а мне проще делать розыгрыш и немного хочу его расшевелить вот пусть это будет мою моей такой пусть это будет такой моей цели вот ну далее мы вяжем лицевыми петлями до верху сколько именно я потом скажу потому что вот здесь на левой варежке у нас здесь дырочки не будет у нас она только на пальчике а на правой варежке у нас будет дырочка для указательного пальца и для большого пальца продолжаем лицевыми петлями так теперь девчонки давайте разбираться вот рекомендую сначала связать левую варежку чтобы вы знали где вам делать отверстие на правой варежке вы ровно вяжете до того места где заканчивается мизинчик и потом делаете сокращение вот эти вот которые будут чуть чуть дальше после дырочки правую же варежку вот когда вы связали левую первой на вы знаете сколько у вас от резинки до сокращения рядов у меня здесь 52 ряда вот ровного вязания ну соответственно здесь вклинил вклинилась дырочка на палец вот 52 ряда вот здесь я провязала 49 на 3 ряда меньше чем здесь для того чтобы сделать дырку для указательного пальца в правой варежки теперь что я делаю я буду делать эту дырку провязывая 3 петли дырка делается там же где находится отверстие для пальчика то есть на вот этой вот спицы 3 петли провязываем далее у меня идут сокращения провязывая еще 2 и протягивая первую через вторую через первую эти три у меня остаются еще провязываем две петли я сократила и еще раз то есть я сократила три петли вот они и вижу до конца ряда теперь вижу по кругу это у нас 50 ряд 10 первый ряд здесь мне нужно добавить эти раз два три петли 1 1 воздушная петля 2 3 теперь я вижу этот ряд по кругу 51 и еще один ряд по кругу без изменений то есть вот я сделала дырочку из трех петель для указательного пальца отступил три петли сейчас я провяжу этот круг вот до конца здесь закончу и еще один круг провяжу провязала девчонки вот это и есть как бы сейчас то место где вы должны закончить левую варежку даже вот так вот одеть ее хорошенечко расположить большой палец и он здесь видите у вас мизинец должен спрятаться вот пришло время делать скос это я говорю о левой варежке сейчас мы вяжем правую поэтому мы сделали вот дырочку и теперь мы будем довязали еще один ряд и теперь будем делать скос скос мы делаем таким вот образом вот в конце последнюю петлю не провязываем вот когда мы вяжем последнюю спицу эту петлю переносим на эту спицу и провязываем две петли вместе это один раз мы всего ну здесь и здесь будем делать поэтому внимательно сейчас смотрите вяжем дальше то есть провязали 2 вместе 1 у нас с этой спицы 1 с этой мы ее перенесли и эти две петли провязали вместе так вторая спица вяжем 9 петель 10 переносим на вот эту спицу и точно так же провязываем две петли вместе так вот они здесь у нас две петли вместе и здесь две петли вместе это будет наша ведущая петля которую вы можете обозначить маркером чтобы было понятно если понятно ничего не обозначаете так вяжем ровно провязали мы один круг теперь вяжем еще один круг без изменений то есть в этом круге мы сократили по одной петли теперь вяжем круг без изменений когда я дохожу до конца круга смотрите здесь опять же остается одна петля и и я переношу на эту спицу где у меня вот эта ведущая петля которую мы провязывали две вместе вот она она у нас идет центральная теперь я буду сокращать провязывать по три петли то есть вот эта петля перенесенная это центральная и ставлю на место первое меняем местами первую вторую вторая поверх первой и провязывая 3 петли вместе так есть три петли вместе провязала теперь вяжу другой конец вот смотрите видите вот она видно вот эта петля у нас пойдет до самого конца ведущая сокращение этим мы будем делать через ряд то есть один круг провязываем без изменений и во втором круге либо в первом делаем сокращение второй провязываем без изменений через через один так снова последнюю петлю переодеваю на спицу на вторую меняем местами вот я говорила если хотите обозначьте именно вот эту петлю чтобы не путаться меняем местами и провязываю три вместе теперь вяжу до конца ряда и еще один круг вяжу без изменений вяжем до того момента когда у нас останется 14 петель в этом и ниточку обрагаем и будем собирать наши петельки я вот на иглу переснимаю с каждой спицы все петли и последняя теперь иглу я продеваю на изнаночную сторону выворачиваю и затяну на изнаночной стороне это все стягиваю здесь вот хорошенечко делая несколько узелков потому что место такое довольно подвижное и нам нужно его хорошенечко закрепить так все теперь палец наш большой палец оставляю вот так вот побольше нитку чтобы потом ее закрепить и вот здесь вот где я и добирала воздушные петли набирала воздушные петли из каждой петли мне нужно набрать по одной сколько мы набирали с вами столько же мы и здесь восстанавливаем вот эти петли я переодеваю на спицу которые я оставила не их можно было переодеть сначала перед набором я забыла то есть всего у меня получается 14 петель 7 у меня было на шпильке и 7 я набрала теперь я вяжу вот эту вот эти петли 1 2 3 оставлю на этой спице 3 теперь 1 2 3 4 здесь здесь я разделяю вязание на 3 спицы чтобы было удобнее потому что на двух спицах очень неудобно и одну петлю я еще провязываю отсюда с этой спицы сейчас я все объясню и покажу значит здесь у меня теперь я вяжу 5 петель и еще одну отсюда перекидываю на вот эту спицу то есть из этих семи одну я сюда подвинула одну сюда одну я переместила сюда а последнюю перемещу на вот эту спицу и у меня останется 5 петель 5 вот они почему так мне нужно мне нужны они вот именно эти 5 петель видите именно по центру вот они три из них будут закрываться для вот этой вот дырки поэтому вот такое вот я сделала для лучшего понимания вернее для удобства вязания и потом чтобы не запутаться и не искать место где сделать эту дырку теперь я вяжу вот эту нитку я пока продену на изнанку потом я просто ею закреплю вот эту вот дырочку потом заделаю теперь я вяжу ровно видите вот эти вот петельки до момента дырочки сейчас какое-то время я вяжу ровно так теперь пришло время сделать нашу дырочку для большого пальца сейчас я вам измерю сколько вот от начала вязания у меня три сантиметра дырку делаем точно так же как и вот здесь вот из трех петель поэтому у меня здесь пять одна петля у меня остается теперь я буду сокращать провязываю две и протягиваю вторую через первую два две петли я сократила и третья вот она так в следующем ряду я их доберу все дырочки мы делаем из трех петель для пальчиков одинаковые они ну конечно в том случае бывает что большой палец шире сделано можно сделать из четырех петель если будет маленькая это вы уже корректируете сами так теперь здесь я вот доберу 3 воздушные петли 1 2 3 и теперь еще провяжу вверх до того момента вот меряйте на свой палец у меня длинные половиной сантиметра вот видите по итогу то есть где-то 6 сантиметров у меня будет сейчас еще ну в общей сумме довязываю ровно вот смотрите когда уже у вас сейчас я одену покажу вам вот видите он уже спрятался по сути я все петли провязываю по 2 вместе вот их 14 всего у меня останется 7 петель и потом я их стену подлиннее нитку чтобы можно было продеть собираю все оставшиеся петли я стягиваю закрепляю продеваю на изнаночную сторону и там затягиваю несколько узлов для крепости потому что тоже место довольно такое рабочее поэтому закрепляем хорошо прям хорошо хорошо а если еще и деткам вяжите это вообще хорошо теперь вот это нить тоже самое мы ее продеваем и закрепляем вот эту вот дырочку зашиваем ну в принципе уже все девчонки я с вами пока зашиваю попрощаюсь попрошу поделиться видео поставить лайк комментарий посмотреть до конца хотя говорю об этом в конце ну да ладно вот для рейтинга канала еще вот эту ниточку я точно так же закреплю так что еще у вас попросить ничего улыбайтесь просто почаще девчонки пусть все у вас будет хорошо так вот так вот я здесь закреплю и протяну ниточку туда ну все девчонки на этом все с вами была Вика из школы рукоделия сейчас быстренько выверну одену я с вами прощаюсь до новых видео все всем пока пока и 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